Спортсмены и выкладчики Гомельского областного училища Олимпийского резерва организовали в родных стенах урочистую встречу с ветеранами спорта. В среду гостей были титулованные у минулого атлеты, заслуженные тренеры и наставники. Завитала на встречу и наша здимуточная бригада. Такие встречи поколению ладятся у училища не первый и не другой год. Каждый раз выкладчики вместе с наученцами рыхтуют концертную программу и урочистости. Все лето даюных атлетов завитали шановные гости, среди которых Евген Гауриленко, советский легкоатлет, бронзовый призер олимпийских гульням, майстер спорта международного класса. Миколай Киров, бронзовый призер олимпийских гульням в бегу на 800 метров, серебряный призер чемпионата Европы в бегу на 1500 метров, шматрозовый чемпион СССР. В рамках концертной программы прохочало немало теплых слов у адрес ветеранов спорту, об их любови до профессии, богатым жизненным опытом и поддерживание традиций айчинного спорта. Звичайно, существует практика протягивать тренерскую карьеру после наступления так званого пенсийного взрослого. На Хомельшине МОС натремаются за опыт, распроцовки и методики специалистов, которые на протягу долгого часа сами достигали спортивных высшин и приводили до перемога других. В регионе свыше 33 тысяч человек занимаются спортом, а за ними стоит совсем невеликая колькасть тренеров. Я хочу пожелать всему тренерскому составу и тем людям, тренерам, которые продолжают работать, несмотря на возраст, но они молоды душой на самом деле. Поэтому дай Бог вам здоровья, спасибо за все, что вы делаете для нас, для спорта. И мы очень рады, что вы по-прежнему с нами в строю. И эти медали, которыми по праву гордится Гомельщина, это в том числе и ваш труд, который вы на протяжении многих лет делаете в наших учреждениях. Не обойшлося на встрече и без урочения у Знагарод. Дипломы, подяки, гонеровые грамоты гостя тримали от Белорусского громадского объединения ветеранов физической культуры и спорта, а также от Управления спорта и туризма у Гомельского облаканкама. Евгений Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Гомель».